я прочитала что мы едим очень много соли но вот смотрите год человек должен съедать 1 килограмм 800 граммов а мы съедаем почти все пять даже те кто соленое не ест и пищу не досаливает как же так получается что мы едим в два то и в три раза больше соли чем нужно многие скажут я селедку не ем соленья не ем и пищу в принципе не досаливаю но друзья мои диетологи говорят что есть такие продукты которые на вкус не соленые но содержит в себе очень много скрытой соли а мы об этом даже не догадываемся что же это за продукты предлагаю узнать у нашего эксперта в норме здоровому человеку необходимо потреблять до 6 грамм соли в сутки естественно когда есть какие-либо заболевания которые требуют ограничение соли то мы говорим пациенту о том что до 3 грамм соли в сутки можно употреблять то есть мы учитываем весь объем соли который употребляет человек за сутки это их продуктах промышленного изготовления и ту соль которую он берет из соломки и досаливает какой-то продукт или блюдо то есть нужно учитывать эти все продукты в своем рационе натуральные тоже имеют свои соли то есть когда идет ограничение какое-то то можно привыкнуть и на самом деле если не досаливает например помидоры или огурцы то со временем очень быстро можно почувствовать именно вкус соли в самом продукте сама я употребляю но я стараюсь не досаливать сначала во-первых надо попробовать какое-то блюдо если вы не сами его готовили или едите его впервые понять вообще нужно не досаливать потому что иногда мы видим когда люди машинально берут и досаливают еще не попробовав продукт стараюсь не досаливать и не подсаливать овощи в своем рационе заменить как таковую соль конечно же нельзя но можно компенсировать ее недостаток то есть мы можем добавлять какие-либо специи для того чтобы придать пряность блюду и нивелировать отсутствие соли я бы не советовала есть морскую соль все-таки предназначение такой соли немножко другое и поэтому качество ее может не соответствовать госту как раз пищевой соли может содержать различные химические вещества которые не нельзя употреблять в пищу и в нашем рационе мне всегда казалось что если человек ест много солен то у него будет постоянная жажда и отеки в общем никакой пользы для организма но на самом деле есть соль которая на пользу а вы об этом знали и сейчас как я понимаю мы приносим пользу для своего здоровья находясь в соляной пещере как еще называется эта комната в медицине в медицине называется галкамера это она представляет собой лечебный комплекс по микроклимату приближенные к соляным пещерам подземным основным фактором лечебным является аэрозоль хлорид натрия и постоянная поддерживаемая влажность 45 градусов 55 дети спокойно реагируют на лечение нравится дети поступающие на лечение находятся в лапчатой бумажной одежде на голове обязательно шапочка на ногах махилы и они сидят в релаксирующих креслах они не одни тут группа детей они сидят спокойно обязательно в помещение сажаем как одну или две мамочки чтобы они сидели за порядком потому что дверь открывать во время галкамера нельзя чтобы поддерживать микроклимат сейчас обычно длится 30 минут количество сеансов 10 рекомендуется повторять такие сеансы два раза в год обязательно проводить галтерапию необходимо медицинских учреждений пока под наблюдением врача потому что бывают осложнения и доктора решает вопрос о том чтобы продлять это лечение или временно остановить показанием является заболевание бронхолёгочной системы это бронхиты астматические обструктивные дети переболевшие пневмонией дети с муковистой дозу с бронхоэктотической болезнью бронхиальная астма полинозы всякие затем дети с заболеванием носоглубки это синуситы гаймориты назофаренгиты ларингиты дети с заболеванием кожи а если мы употребляем соли очень много внутрь то у нас могут быть такие побочные явления как головная боль ну и заболевания разных внутренних органов есть ли какие-то противопоказания в этой галокамере противопоказаны острое заболевание обострение хронических заболеваний заболевания связанные с заболеванием крови психические заболевания туберкулез часто повторяющиеся кровотечение беременность секс секс срок беременности тоже противопоказано но вот соль которую мы употребляем внутри и и очень много например морская гипонатриевые гималайской розовый да если мы будем у нас будет переизбыток соли в организме это пойдет во вред здесь мы как я поняла оздоравливаемся какой соль вы используете мы здесь используем и мелкодисперсную обычную соль с учетом значит 200 миллиграмм на вот это помещение чтобы не было переизбытка этой соли поэтому здесь совершенно безвредно вот эта соль который поступает в бронхи легочная система она разжижает мокроту и легче откашливается ребенок восстанавливает функцию ресничной петели который выстилает бронхи реснички начинает выталкивать вот эту мокроту кроме того на воздействует на микробы против воспалительным действием обладает положительно влияет на центральную нервность успокаивающие и на иммунную систему повышает иммунитет все слышали что соль это белая смерть но почему многие не знают а ведь она намного опаснее чем нам кажется ученые выяснили что она буквально сокращает нашу жизнь страдает иммунитет желудок и сердце фастфуде очень много соли многие даже не представляют какой вред она может нанести организму я предлагаю пообщаться с самарцами узнать что они знают о соли и сколько они ее употребляют вреде знаем употребляем стараемся поменьше ну не всегда получается иногда получается жить без соли у нет наоборот как бы мы соль едим ну и это не знаю даже как сказать как обычно даже больше бывает я никогда не ограничу себя в соли и одновременно люблю так что я не могу сказать чтобы ограничил ну да соль конечно я знаю что очень вредно для здоровья поэтому суставы вот суставы действительно болят соли вообще не люблю ограничивать так маленький сыпь там что ребенок вроде по чуть-чуть соли это вредно а может ли избыточное потребление соли привести к сердечно-сосудистым заболеваниям конечно потому что при избыточном потреблении соли возникает перегрузка почек следовательно задержка жидкости это перегрузка сердечной который впоследствии может привести к сердечной недостаточности а на какие органы еще воздействует избыточное потребление соли почки страдают как бы первыми на них функция тоже возрастает страдает желудок потому что риск онкологических заболеваний рака желудка в частности возрастает при употреблении соль выводит кальций из костей это предрасположенность к остеопорозу к разрушению зубов понятно что нужно есть меньше соли или вообще по минимуму да и ограничить ее но это же невозможно как это сделать есть какой-то лайфхак но это вредная привычка как любой с вредной привычки можно и нужно бороться досаливать пищу в своей тарелке они во время приготовления тогда вкусовые рецепторы будут удовлетворены они получат свою дозу соли продукте будет значительно ее количество снижено убрать солонку с глаз отказаться от соусов до отказаться от готовых соусов я имею ввиду покупных майонеза кетчупа а есть какие-то приправы которые могут заменить соль например сухой чеснок или что я не скажу что прямо однозначно могут но удовлетворить вкусовые рецепторы наши могут да любые пряные травы даже подмешивать смешивать часть соль часть правда тоже снизит но это потихонечку как любая привычка привыкать потихонечку адаптироваться и уже потом будет непонятно как ты столько употреблял соли что делать чтобы есть меньше соли все просто есть меньше соли вы смотрели программу школа здоровья берегите себя и увидимся